Все чаще в сфотках новостей мы слышим о дорожно-транспортных происшествиях с участием такси или маршруток. Особенно актуально это в предвыходные дни. Водители спешат, проезжают на запрещающий сигнал светофора, не пропускают пешеходов. Ежедневно, перевозя жителей Бреста, они отвечают за здоровье и жизнь большого количества людей. И поэтому сотрудники ГАИ Брещины совместно с представителями транспортной и налоговой инспекции, а также предприятия Белтехосмотр на центральных улицах города Бреста провели рейдовые мероприятия. В зоне внимания – такси. С начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечены более 1200 водителей-перевозчиков. Из них 5 водителей находились в нетрезвом состоянии, 7 водителей не имели права управления транспортным средством. Сотрудники ГАИ на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений водительными-перевозчиками. Правоохранители обращали особое внимание на физическое состояние водителей, проверяли наличие необходимых документов, проводили профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения. Сотрудники транспортной инспекции в свою очередь подчеркнули, что их цель прежде всего – профилактическая работа, а вовсе не наказание таксистов и фирм-перевозчиков. Они утверждают, что большинство водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, являются законопослушными и соблюдают необходимые требования. В процессе работы, ну, остановки транспортных средств, допустим, взять автомобиль-такси. Он должен быть в соответствии с правилами перевозки пассажиров, это постановление Совета Министра номер 972, соответствовать определенным требованиям. На боковых поверхностях транспортного средства должны быть нанесены полосы желтого цвета, либо автомобиль должен быть окрашен в желтый цвет. На передних дверях должно находиться наименование перевозчика, учетный номер плательщика, композиция из квадратов черного цвета расположена в шахматном порядке, а на крыше автомобиля должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета. Значит, отсюда следует, если в движении автомобиля какой-то элемент такси отсутствует, это для нас признак остановить и провести проверку. Да, большинству перевозчиков вопросов нет. Однако результаты подобных профилактических мероприятий свидетельствуют о том, что водители транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, все же не всегда в полном объеме выполняют требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Эти моменты здесь стараются выявлять и пресекать. В этом году в Брестской области пресечено более 100 нарушений в сфере пассажироперевозок. Нарушения касались в основном отсутствия платежных терминалов и таксометров такси, невыдачи чеков. Например, для перевозчика за отсутствие платежных терминалов для банковской карточки в 27 автомобилях штраф составил более 7 тысяч рублей. Не все плательщики оказываются действием в установлении обстоятельств нарушений. Административные дела рассматриваются как налоговыми органами, так и судами за уклонение от явки для дачи объяснений, за воспрепятствование должностным лицам в проведении законных действий, за неуполнение законных требований и даже за скорбительные выражения, адресованные налоговым инспекторам. Работа в этом направлении будет продолжена, ведь безопасность – это понятие комплексное.